Эта информация. Сейчас ей передостаётся этот шанс. Спасибо, Евгения. Спасибо, дорогие коллеги, что вы всё ещё здесь, несмотря на эту тепловую волну, переполненный душный зал. Но это тоже часть нашего успеха. Но я думаю, что это будет такая интерактивная беседа. Я не буду говорить о сложной схеме, структуре дизайна презентации с использованием видео и так далее. Потому что люди иногда больше месяца на это тратят. Почему я решила сделать эту презентацию? Потому что когда я училась в университете, я всегда сталкивалась с проблемой, что иногда презентация перегружена информацией. Вы просто не знаете, что делать. Слушать ли докладчика или следить за тем, что он на слайдах. Я не такой гений, как Матео. Чтобы и говорить, и слайды передвигать. Это очень сложно. И надо выбирать, что нам делать. Слушать ли, читать ли слайды. Вот почему я сегодня хочу поговорить с вами об очень простых правилах. Как сделать вашу презентацию? И как вы можете с лёгкостью всё это доносить? И мы делаем презентацию. Хорошая презентация – это рецепт успешной официальной признания. Это моя фраза. Если хотите знать, кто это сказал, то я сказала. Ну, то есть, действительно, те, кто слушали, они говорили практически 90% всех презентаций дико скучны. Представляете? Они говорят, иногда мы слушаем, иногда притворимся, что слушаем, иногда пытаемся даже заснуть, иногда роемся в своих гаджетах, в мобильниках. Но презентация неинтересна. Мы даже указываем на то, что презентация неинтересная, и докладчик должен что-то измениться. И если презентация докладчика очень неинтересная и плохая, низкого качества, это означает, что докладчик плохо подготовился к ней. Плохо подготовился, значит, вообще получит очень плохой приём от аудитории. Если я много времени трачу на подготовку презентации, собственно говоря, это означает, что я к вам плохо отношусь. Я не хочу вас замучить до смерти здесь, чтобы вы заскучали. Поэтому я как раз хочу иметь краткую презентацию. И, собственно говоря, вы можете достигнуть успеха. Например, будут плохие слайды, но низкий рейтинг или плохие слайды, и всё равно, может быть, там достигнуть успеха, но если и плохие слайды, и плохой ваш рейтинг, и не донесли свои идеи до аудитории, полный провал тогда. То есть вы должны либо иметь такой талант, либо просто навыки хорошей презентации. И я хочу ещё вам показать, что действительно очень плохая привычка читать, зачитывать слайды из PowerPoint. Людям это не нравится, когда докладчик читает свои слайды, и 55% вот так вот читают со слайдом, а 70%, собственно говоря, они слушают докладчика. То есть я привожу примеры, вот, здесь, когда я говорила на публике, вот, когда очень скучно, например, людям, а когда, например, успею, когда я просто читаю, всегда это всё плохо, никому не нравится. А с этой стороны мои слайды такие простые были. Ну, я готовилась, готовилась. Ну, собственно говоря, я смогла найти общий язык с аудиторией, а не полагаться только на слайды. Вы видите разницу в восприятии моей презентации в обоих случаях? И Грейг Валентайн, один из самых лучших международных докладчиков, спикеров, он говорит, если вы и ваши слайды говорят одно и то же, то кто-то из вас абсолютно не нужен. Либо слайды не нужны, либо вы сами не нужны. Третьего не дано. Меньше в этом случае значит больше. Вот это я услышала во время такой специализированной программы образовательной. Я в ней принимала участие в рамках программарской, и я услышала эту фразу. Меньше значит больше. Не вкладывайте огромный объём информации в ваши слайды. Люди не могут так быстро читать. Собственно говоря, ваши слушатели за три секунды только могут воспринять эту информацию. Только три секунды. Если они не успели воспринять ваш слайд за три ситуации, то, собственно, либо я потеряла внимание зала, или перестали читать слайды, а стали слушать вас. В этом случае чем меньше, тем лучше. Ну вот, прочтите-ка этот слайд определения. Ну, просто зачитывая это, показывая, что это совершенно невозможно воспринять. Надо только необходимую информацию вводить в слайды. Не перегружайте их. А может быть, вы знакомы с этим правилом 6 на 6 и 6 на 8? Замечательное правило. Не надо больше вмещать информацию. Шесть слов в каждой строке и не больше шести строк в каждом слайде. Иначе это нечитаемо, как вы видите справа. И вот как раз у меня вопрос был. Я говорю, либо читать, либо слушать докладчика, либо читать слайды. Ну, нет никаких ограничений количества слайдов. Если вы хотите только самую необходимую информацию ввести в слайд, то есть много примеров, когда у докладчиков свыше 200 слайдов. Ну, и люди нормально, кстати, их воспринимают, их идея четко передается. 200 слайдов. Вы можете разделить вашу информацию необходимую на количество слайдов. Нет предела количества слайдов. Один слайд – одна идея. Эта идея должна быть сильной, интересной, мотивирующей, привлекательной, завлекательной. Каждый раз вы себя должны спрашивать, для чего мне эту информацию вводить встать? Как это поможет моим слушателям? Как это поможет моей аудитории? Полезна и значима эта информация или нет? И каждый раз, когда вы подготавливаете каждый идейный слайд, вы себя спрашиваете, а почему я этот слайд делаю? Один слайд – одна идея, не больше. Пять шагов для подготовки вашей презентации, вашей замечательной презентации. Мы же говорим о замечательных презентациях. Определили тему, конечно, решили, какова ваша цель, определили ваши задачи, написали вашу первую вступительную фразу, проанализировали аудиторию, потому что аудитория должна быть релевантна. Я не буду это говорить профессорам, кроме профессора, конечно, они-то вынуждены слушать мою презентацию, и Матео тоже. А иначе светилом я не буду так все разъяснять, конечно. Определяют тему, аудиторию. Да, это презентация хорошо для молодых онкологов. Мы определились с целями. Я хочу, чтобы вы лучше делали презентацию. Я хочу, чтобы вам легче было вашу презентацию доносить, потому что вы знаете, как сложно аудитории воспринять ваш посыл, вашу идею, определились с целью. И ваша дальше задача, ваша задача в всем заключается. Я вам покажу, как надо делать презентации. И после, может быть, через несколько месяцев, через несколько лет, если мы с вами снова встретимся на подобные встречи, и вы будете с презентацией выступать, я буду рада, что вы так хорошо выступаете. Это одна из моих задач. То есть не было бы, чтобы такой презентации, когда аудитория думает или слайды читать, или слушать докладчика. Ну, вот это вот такие правила работы мозга, так сказать. Люди запоминают только 10% от того, что они услышали. Можете себе представить? Только 10% из услышанного. Я подготовлюсь два дня к этой презентации, а вы только 10% из них воспримите. Несправедливо же. Но если вы добавите какие-то картинки, какие-то изображения, ваша аудитория воспримет свыше 65% вашей презентации. Это замечательное воздействие с помощью картинок, изображений. Добавляйте эмоциональные изображения, чтобы привлекать аудиторию изображениями. И, конечно, мы боимся, например, на английском говорить, если мы, например, русские, а если там в зале англоговорящие настоящие, мы сделаем ошибки. Я думаю, нет, я не буду на английском читать. Они подумают, что у меня очень плохой английский. Но вот эмоциональные картинки могут вам помочь и удержать внимание аудитории. Изображения. Видите, замечательный подход, созданный под землей. Секс. Понятно. Сабвей – компания сетевая, то есть фастфудовская. Секс – это уже эмоциональное изображение. Приходите в нашу сеть быстрого питания. Сабвей. Вот видите, написано секс. Что? Сразу что? Секс, правда, что ли? Привлекается внимание. Вы можете использовать разные изображения. Конечно, другие, разные товары или что-то еще. И ваше собственное изображение, и чьи-то еще. Но вот так лучше для аудитории все это воспринимается. И можно использовать те, которые можно обсуждать. Те, которые, собственно говоря, будут держать вашу аудиторию в суспенсе, в саспенсе, так сказать. Иногда, может быть, это очень значимое изображение. Иногда сложно его расшифровать, но оно привлекает внимание. Шрифт – это тоже очень важно. Мы смотрим, какие шрифты Times New Roman и другие шрифты, которые, разные шрифты мы можем использовать. И проводя исследования, которые нам показывают, какой шрифт лучше использовать в различных темах. Какие шрифты нам могут помочь привлечь внимание аудитории. То есть вы можете использовать не только Times New Roman, столько разных типов шрифтов. Вы же сами можете менять свою презентацию из Times New Roman на другие шрифты. Это же нормально совершенно. Презентации по-другому вы можете совершенно показывать, когда используете разные шрифты. Но не забудьте использовать не больше двух типов шрифта. Это хорошо, нормально в одной презентации. Это привлекает внимание аудитории, удерживает его, но не больше двух разных шрифтов. И найдите тот шрифт, который правильно эмоции вызовет. Тут неправильно это было, не те эмоции, которые вы хотели вызвать. И не больше двух. И шрифты зависят от вашей цели. Либо серьезно что-то говорите, либо развлекательная, легкая тема. Выбирайте в зависимости от темы, тот или иной шрифт. Я хочу все это обобщить, что я упоминала. Это небольшое видео по поводу ее презентации. Ваша идея, ваш посыл, как вы ее обсуждаете. Ваша цель, ваша задача. И не забудьте, что аудитория запоминает только три важных вещи. И только три секунды у вас есть, чтобы аудитория поняла ваши слайды. Поэтому бутиков нужно проще. Чем меньше, тем лучше. Это главный посыл. Один слайд, одна идея. Хорошие шрифты. Забудьте о Times New Roman. Используйте всякие классные шрифты. Я думаю, что вы можете еще усовершенствовать презентацию. Потрясающие изображения. Они привлекут внимание аудитории. Помогут вам донести вашу идею до аудитории. Используйте качественные изображения. Может, используйте ваше собственное. Почему бы и нет. На этом все. Почти все. Большое спасибо. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу. Вопросы есть? У меня комментарии. Спасибо за замечательную лекцию. Вот небольшое различие между презентацией, презентации, которую, когда выступаете как образовательные лекции, презентации, когда мы представляем первоначальные данные, в особенности на тех конференциях, где мы должны оставаться в рамках системы. Там необходимый текст также, потому что люди на конференции, они все равно не смогут загрузить это все. Если там какой-то статистический анализ, нужен также и текст. И, собственно говоря, вы можете использовать и различные, собственно говоря, картинки. Тогда вас будут слушать больше, чем читать ваши слайды. И если ваш руководитель просит, чтобы он подготовился к такой лекции образовательной, если ваш наставник попросил вашу работу, можно использовать, чтобы, может быть, опубликовать статью, рецензию. И, может быть, вы представите очень интересные статистические данные и какие-то интересные картинки создадите, которые введете в эту статью, в, собственно говоря, статью рецензионную, то потом отдельно на конференции вы сможете это представить. И если вы будете тратить, если вы все равно тратите время на подготовку презентации для кого-то другого, вы, может быть, сами потом что-то интересное сможете использовать из этого и опубликовать свою собственную статью. Да, есть замечательная книга. Как делать презентации? Там две главы как раз посвящены тому, как проводить научные доклады. Больше информации с цифрами и меньше текста, если это научная презентация. Иногда докладчики очень много информации вводят. И получается, это же немножко перекошено, когда, собственно говоря, докладчик просто копирует какую-то информацию. То есть там научная информация, но некоторые докладчики перегружают, свои слайды. Ну, лучше, может быть, конечно, больше каких-то цифр, фактов. Но, собственно говоря, не надо перегружать слайды. Всегда помните об этом. Но если вы думаете о развитии карьеры и так далее, если вы хотите серьезный научный доклад представить, прочтите, как делать презентацию. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok